Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Пшатов Владимир Владимирович, заместитель начальника Дома офицеров Каспийской флотилии. Предлагаю вашему вниманию урок мужества «Штурм Пёнигсберга», посвященный памятной дате военной истории России. 9 апреля 1945 года советские войска взяли германскую мощную крепость Кёнигсберг. Войска Красной Армии 9 апреля 1945 года овладели столицей Восточной Пруссии, городом Кёнигсбергом. Ныне Калининград. На завершающем этапе Восточно-Прусской наступательной операции она проводилась с 13 января по 25 апреля 1945 года силами 2-го Белорусского, 3-го Белорусского и частью сил 1-го Прибалтийского фронта при поддержке Балтийского флота. Летом и осенью 1944 года войска Красной Армии вышли границам Восточной Пруссии и захватили плацдармы на реке Нарев на севере Польши, заняв охватывающее положение по отношению к Восточно-Прусской группировке вермахта. Восточную Пруссию обороняла группа армий «Центр» в составе одной танковой и двух полевых армий и одного воздушного флота. Всего 780 тысяч человек. Перед группой стояла задача при благоприятных обстоятельствах нанести удар в тыл 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, развернутых на берлинском направлении. Система укреплений в Восточной Пруссии включала 7 оборонительных рубежей и 6 укрепленных районов на глубину до 200 километров. Непосредственно вокруг Тюнигсберга проходила укрепленная полоса. В самом городе имелось еще две линии фортов. Замысел Восточно-Прусской операции заключался в том, чтобы отрезать немецкую группировку от основных сил на западе, прижать к морю, рассечь и уничтожить по частям. К операции привлекались 14 общевойсковых и 1 танковая армия, 5 танковых и механизированных корпусов, 2 воздушных армии, всего более 1 миллиона 600 тысяч человек. 13 января ударные части 3-го Белорусского фронта на северном правом фланге операции начали наступление на запад, на Кюнигсберг, обходя Мазурские озера. 14 января войска 2-го Белорусского фронта на левом фланге операции выдвинулись с плацдарма в Польшу, в северо-западном направлении, через Млаву на Эльбинг, на Балтийском побережье. В отличие от параллельно развивавшейся висло-одорской операции, наступление в Восточной Пруссии шло медленно и трудно. Только 26 января части 2-го Белорусского фронта достигли Эльбинга, южнее Кёнигсберга, отрезав группировку вермахта от Померании. 29 января 3-й Белорусский фронт вышел к морю, к северу от Кёнигсберга, также охватив город с востока и юго-востока. К началу февраля группа армии «Север» была рассечена на три части. Наиболее крупная часть оказалась в районе Хальсберга, к югу от Кёнигсберга, другая в самом Кёнигсберге, третья на земландском полуострове к северо-западу от Кёнигсберга. В этой ситуации командованию 2-го Белорусского фронта было предписано передать 3-му Белорусскому фронту 4 армии, а оставшимися силами наступать в Померанию. Соответственно, завершить разгром группы «Север» должен был 3-й Белорусский фронт, в составе которого был позже влит 1-й Прибалтийский фронт, ставший земландской оперативной группой войск. 18 февраля погиб генерал Черняховский, выезжавший в район боев у Хальсберга. Ликвидация окруженных там 20 дивизий вермахта растянулась до 29 марта. Последующие события развернулись в районе Кёнигсберга, где были блокированы до 130 тысяч солдат и ополченцев. Новый командующий 3-м Белорусским фронтом маршал Васильевский выделил для штурма города 4 общевойсковые армии в 187 тысяч человек. Штурм начался 6 апреля одновременными ударами с севера и юга. Решающими стали два следующих дня, когда установилась летняя погода и было выполнено более 10 тысяч самолетовылетов на поддержку штурмовым группам. 8 апреля гарнизон полностью изолированной цитадели Кёнигсберга отклонил предложение сдаться. Однако после атак и обстрелов 9 апреля вечером прекратил сопротивление. Комендант города генерал Отто фон Лаш был пленен, как и еще 92 тысячи солдат и офицеров. К 25 апрелю захватом порта Пилау была в основном ликвидирована последняя 65-тысячная группировка противника на Земландском полуострове. Остатки немецких частей отступили на косу Фришен-Нернг. Издались только после капитуляции Германии. Восточно-прусская операция стала самым продолжительным и самым кровопролитным сражением кампании 1945 года. Потери Красной Армии превысили 580 тысяч человек. Было потеряно 3,5 тысячи танков и почти полторы тысячи боевых самолетов. Потери противника только в Хальцбергском, Котле, Кёнигсберге и на Земландском полуострове составили около 500 тысяч человек. Из них примерно 300 тысяч убитыми. По решению Потсдамской конференции северная часть Восточной Пруссии с Кёнигсбергом вошла в состав СССР. Южная часть отошла Польши. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года была учреждена медаль за взятие Кёнигсберга, которой награждено 760 тысяч человек. 9 апреля. Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году войска маршала Василевского штурмом взяли Кёнигсберг, столицу Восточной Пруссии, ныне российский Калининград. В город-крепость брали штурмовые отряды и группы, которые шли за огневым валом. Немцы потеряли 42 тысячи убитыми и 94 тысячи пленными. В Москве был дан салют высшей категории 24 залпа из 324 орудий.